Россвязь Россвязь В Наринмаре побывала трансарктическая экспедиция кайтеров. Она изучает туристический потенциал арктических регионов. Кайтеры за две недели проделали путь от Мизини до Наринмара и после короткого отдыха отбыли в Оркуту. В состав экспедиции вошли опытные сноукайтеры из Санкт-Петербурга, победители и призеры чемпионатов мира и Европы Кирилл Корабельников и Дмитрий Смуров, а также Дмитрий Трефилов из Петрозаводска. Единственной представительницей прекрасного пола в команде стала Тольяттенко Евгения Котлерова, чей наградной спортивный список не уступает достижениям мужской части. Спортсмены проделали путь по маршруту Мизинь, Несь, Ома, Пешин, Ринмар. Экспедиция проходит в два этапа. Один в 2015 году, другой в 2016. Второй этап, который пройдет в следующем году, станет более протяженным. В Оркутас, Алихард, Устье реки Надым, Тазовская губа, Норильск. Одна из главных задач экспедиции – раскрытие потенциала Нинецкого и Ямало-Нинецкого автономных округов и тундровых частей Республики Коми, Архангельской области и Красноярского края. Путешественники приглядятся, нельзя ли в этих суровых краях организовать зоны отдыха и специальные маршруты для туристов, экстремалов и спортсменов. Также одна из целей экспедиции – изучение рельефа тундры Европейской части России. Главная особенность экспедиции заключается в том, что ее участники идут по маршруту со специальным кайтовым и лыжным снаряжением автономно, без поддержки механических транспортных средств, но с обязательными средствами радиосвязи внутри группы, спутниковые соцфункции, навигационным оборудованием и картами. Груз везут на санях на основе горных лыж, а ночуют в четырехместной палатке, выбирая места, укрытые от ветра. Карелия предлагает включить три своих района в арктическую зону России. Вхождение позволит максимально использовать их экономический и природный потенциал. По словам главы региона, Карелия не была включена в арктическую зону во времена Советского Союза. При этом, находясь на арктической территории, половина Карелии относится к территории Крайнего Севера. Объективно, три района республики – Лоувский, Кемский и Беломорский – могут войти в арктическую зону. Ее граница будет изменена. Это позволит включить эти районы в федеральную целевую программу по развитию Арктики, максимально использовать их экономический и природный потенциал, развивать территории. Северные районы республики депрессивны и имеют маленькую плотность населения, а крупное производство там сложно создавать, так как существует недостаток трудовых ресурсов из-за оттока людей. Практика показывает, что подобные территории получают серьезную поддержку со стороны государства для их развития. Российские и норвежские ученые проведут подсчет белых медведей в Арктике. По словам специалистов, тюлени, которыми питаются хищники, мигрировали на другие территории. Из-за изменения ледяного покрова и обитателям Заполярье просто не хватает пищи. Последний раз такое исследование в Арктике проводили в 2004 году. Тогда насчитали 3000 медведей. На Ямале в прошлом году началась работа по мониторингу карской популяции белого медведя, которая считается малоизученным. В этом году она будет продолжена. Специалисты планируют в том числе цеплять на животных спутниковые ошейники, чтобы можно было понять географию перемещений. Научная группа Полярного научно-исследовательского института завершила полевой этап работ по экологическому мониторингу в зоне потенциального влияния платформы «Приразломная». Ученые обследовали побережье островов Вайгач, Долги, Матвеев, Гуляевские кошки, являющиеся традиционными местами лежбищ, занесенного в Красную книгу Атлантического моржа, а также материковый берег Печорского моря. Предварительные результаты исследований не выявили значимых колебаний в миграциях и распределении моржей в Печорском море после начала добычи нефти на Арктическом шельфе. Не изменилась общая численность животных в сравнении с двумя предыдущими годами наблюдений. Постоянными местами залежек моржей остаются острова Долги и Матвеев, как и до начала работы платформы. Это подтверждает отсутствие негативного воздействия проекта на окружающую среду. Фестиваль ледоколов в честь 70-летия Победы пройдет в Петербурге в акватории Большой Невы. Он пройдет с участием ледоколов Иван Крузенштерн, капитан Сорокин, Москва, Музюки, Красин. Фестиваль ледоколов, приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Санкт-Петербурге 2 и 3 мая. В перспективе он может стать всероссийским. Предварительно подготовленные волонтеры из Морского технического колледжа и Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова смогут ответить на вопросы посетителей. В первый день фестиваля зрители увидят в акватории Невы исторические реконструкции освоения Арктики и полярных конвоев периода Второй мировой войны. Кроме того, будут продемонстрированы и возможности современного ледокольного флота России. В перспективе фестиваль может стать всероссийским. У нас самый большой ледокольный флот в мире. В каждом российском порту, даже в южных, есть ледокол. И такие фестивали можно проводить и в Архангельске, и во Владивостоке, и в Мурманске. Российские беспилотники с 1 мая начнут мониторить ситуацию в Арктике и на участке Северного морского пути. Расчеты будут выполнять задачи по ведению объективного контроля за обстановкой в Российской Арктике, в том числе экологической и ледовой в ближней морской зоне и на участке Северного морского пути. Отмечается, что в готовности находятся беспилотные комплексы на вертолетах Ми-26 БВО, выполняющих задачи в арктической зоне. Они могут быть доставлены в любой район для мониторинга обстановки в интересах судоходства и при необходимости проведения поисково-спасательных операций. В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера.